Сегодня я вам прочту притчу «Доброта заразительна». Шел дождь, и видимость на дороге была плохая. На обочине трассы стоял Мерседес, а в нем пожилая женщина. Хозяин, проезжающего мимо подержанного Пантеака, притормозил, поняв, что старушка нуждается в помощи. Она не знала, чего можно ожидать от приближающегося мужчины, но больше часа никто не останавливался. Все проезжали мимо ее машины, застрявшей на транзитной магистрали. Этот мужчина не внушал пожилой даме никакого доверия. Мало ли, кто это может быть. Преступник, бродяга. Мужчина чувствовал ее напряжение, видел страх, исказившееся лицо и понимал, что она думает о нем. Поэтому он взял инициативу на себя и начал диалог. Я иду помочь. Не беспокойтесь, сейчас разберемся с вашей машиной. И представился. Все оказалось проще простого. Спустившееся колесо. Но для пожилой женщины это было неразрешимой проблемой. Мужчина отпустился под машину, чтобы увидеть, где лучше поставить домкрат. Взял в багажнике запасное колесо. И когда закручивал последний винт, старушка опустила стекло и заговорила. Рассказал, откуда едет, как стояло больше часа здесь, под проливным дождем, надеясь, что кто-нибудь поможет и что не знает, как его отблагодарить. Мужчина только улыбнулся, пока прятал инструменты и спущенное колесо в багажник Мерседеса. Старушка спросила, сколько должна ему. И сказала, что любая сумма будет оправданной, если подумать о том, что если бы не он, она могла провести здесь остаток дня или даже всю ночь, так и не дождавшись помощи. Он же не думал о деньгах. Ему не стоило большого труда заменить колесо. Помочь в беде – это лучший способ поплатить за оказанную кем-то помощь в прошлом. Мужчина сказал, что если она обязательно захочет заплатить, то может это сделать в следующий раз, как только увидит, что кто-то нуждается в помощи. «Тогда вспомните обо мне», – сказал на прощание мужчина. Он подождал, пока старушка уехала. И, несмотря на то, что день был пасмурным и мрачным, почувствовал себя хорошо. Сел свой старенький пантеак и продолжал свой путь. Проехав несколько десятков километров, старушка увидела маленькое придорожное кафе и решила согреться чашечкой горячего кофе перед тем, как преодолеть последний отрезок своего пути. Кафе находилось в каком-то богом забытом месте. Рядом с ним стояли две старые бочки из-под бензина. Она вошла, огляделась, кассовый аппарат времен ее молодости, старая мебель. К ней тут час подошла очень милая официантка и предложила бумажное полотенце промокнуть мокрой от дождя волосы. У нее было открытое лицо и приятная искренняя улыбка. Официантка находилась где-то на восьмом месяце беременности, но этот факт никак не повлиял на отношения молодой женщины к посетителям кафе. Пожилая женщина невольно задумалась, как люди, имеющие так мало, могут быть такими доброжелательны и к посторонним. И вспомнила о своем дорожном спасителе. Перекусив и выпив горячего кофе, женщина попрочтала счет и протянула официантке банкнотов 100 долларов. Когда девушка вернулась со сдачи, столик был пуст. Посетительница ушла. Официантка уже собралась догнать пожилую даму и рассчитаться, но тут заметила на столе записку, нацарапанную на салфетке, а под ней четыре банкноты по 100 долларов. Девушка читала записку, ее глаза наполнялись слезами. Ты ничего мне не должна. Мне помогли так же, как я помогаю тебе. Если когда-нибудь захочешь отплатить мне, сделай то же самое для кого-нибудь другого, кто нуждается в помощи. И не переставай относиться к посторонним так же, как сегодня отнеслась ко мне. Продолжай дарить свою любовь, не позволяя, чтобы эта цепочка добра прервалась. Официантка занималась своей привычной работой. Убирала столики, наполняла сахарницы, обслуживала посетителей. Но остаток дня пролетел незаметно. В эту ночь, придя домой осторожно, чтобы не разбудить уставшего мужа, укладываясь в кровать, она думала о пожилой посетительнице. Откуда та могла знать, как ей тяжело и как она нуждается в помощи. Тем более сейчас, когда малыш вот-вот появится на свет, и как обеспокоен всем этим ее муж, который трудится, не покладая рук. Она нежно поцеловала спящего мужа в лоб и, засыпая, услышала тихий шепот. Все будет хорошо. Я тебя люблю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok